всем привет хотела я поздороваться с вами вот так гламурно с бокальчиком правда не игристого и даже не вина а с детским напитком но этот не выпили поэтому сегодня у нас вечер воскресенье просто привет добро пожаловать в новый влог на часах без 15 8 я после 6 ну ладно после семи так точно стараюсь не есть но народ требует ужин армию нужно кормить так что я поставлю чай и сегодня у нас будет польский ужин то есть бутерброды у нас уже начали продавать клубнику правда она далеко не дешевая но я думаю что в этом году она дешевой в принципе не будет но покупаем ягоды я на радостях купила около двух килограммов и понимаю что этого слишком много так что часть я оставлю себе для каши на утро а часть я измельчу и сделаю такой коктейль на основе кефира мальчиком это банановый пирог который я всегда пеку в выходные дни вот этот банановый хлебушек или банановый кекс слушайте какая вкусная клубника я не ожидала ну прям такая сладкая ароматная ям-ням я буду измельчать клубнику блендере и еще добавлю это не сахар это сахарозаменитель но он очень напоминает по вкусу настоящий белый сахар не отдает чем-то синтетическим по совету жени кейн я недавно покупала на интер осталась довольно сколько этом насыпала проболтала с вами но и готова еще и на утро останется такой хлеб ароматный захарка потеряла черные зубы вчера бедняга так что по обрезаю вот эти курочки горбушку чтобы не травмировать его десна пусть хотя бы заживут и мне не всегда хочется выготавливать поэтому сегодня на ужин все максимально просто бутерброды с маслом с салями у наших а еще помидор потому что он любит и чай с лимоном то что приводит меня в стресс так это не то каждый месяц в начале месяца я должна подготовить документы для бухгалтера нигде не ошибиться ничего не напутать это я неудачно распечатала посылку и случайно порезала счет придется его склеить примут ли это и тут сидел сидем хорошо сидем эти должна сказать как это не дергай камеру а то и начал наших зрителей будет кружиться голова посиделки за мультиком вечером я тебя не могу место на диване ограничено именно поэтому и наша устроился прям на маме ближе уже некуда до тем временем наступило утро и я буду собираться для начала включаю музыку и первым делом наношу блеск для губни очень нравится с розовым оттенком далее беру тональную основу это или шесейдо сияющий или вот этот кушон от клоранс классный но все же чаще всего я выбираю и нав коллаген наношу его или кистью или пальцами это у меня синтетическая кисточка из мейкапа и она по моему это пудры но я люблю распределять этот тон потому что она сразу покрывает буквально все лицо тональный классно распределяется он увлажняющий неплохо перекрывает и выравнивает общий вид лица под глаза я использую консилер от марки everline распределяю пальчиками потому что так он лучше всего ложится дальше легкий контуринг при помощи средства от пенти меняю оттенок amber и вот такой кистью от велкотник немного все растушевываю но мне нравится когда контуринг практически незаметен и в таком повседневном макияже я часто использую кремовый хайлайтер и кремовую румяну это у меня лимитка от нарс к сожалению ее уже нет не так продолжаю ею пользоваться в конце оформляю брови любым карандашом часто беру ген с собой вот это тот как рис мне нравится по оттенку но по качеству есть карандаш и гораздо лучше стараюсь приучить себя раскладывать все по местам после моих сбора и на этом все я привела себя в порядок как видите и это тот макияж который я чаще всего ношу в такой реальной жизни мне камеры и даже частенько влоги снимаю когда видите что у меня там подкрашены брови есть легкий тон зачастую я наношу все вот эти средства я не знаю как это возможно но когда они пользуюсь каким-то там си си биби кремом или каким-то увлажняющим кремом тональным именно не матовым даже не сатиновым у меня обязательно появляются высыпания что-то с кожей такое странное наверное все таки это не маркетинговый ход когда пишут что это защитный слой от окружающей среды лично на мне это работает и я вижу разницу когда я не пользуюсь тоном и когда пользуюсь и также я настолько привыкла что когда я накрашена я не прикасаюсь к своему лицу руками это не сейчас вообще в принципе как бы уже довольно длительное время некоторые девчонки писали мне что у них такие же наблюдения когда не пользуюсь а то нам начинаются какие-то непонятки и также если вы любитель любительница что-то там расковырять в течение дня подойти к зеркалу высмотреть то чего там в принципе нет и пытаться избавиться от этого потом получаешь проблему на лице на несколько недель так вот когда я накрашена я этого не делаю лицо не трогал и тогда нет никаких вопросов так что мы возможно не полностью все наношу а тон и брови я покрашиваю потому что ну не аллергия я очень часто реагирую на цветение каких-то там деревьев или цветов чего-то я могу даже не видите слезы льются ручьем я себя нормально чувствую без глаз практически так что сейчас надеваю очки ищу маску если наденешь то вообще получается 90 процентов макияжа шутки шутками но сегодня мы идем гулять мы идем в парк с мальчишками и сейчас мне предстоит во первых освободить багажник во вторых попытаться запаковать туда велосипед возможно даже два или велосипед и два самоката еще такой момент вы мне пишите по поводу жужжания в моей камере что слышно какой-то моторчик оля сделает что-то с этим я вас прекрасно понимаю и прошу прощения я слышу я вижу все но прошу немножечко потерпеть я работаю над этим вопросом мне очень сложно даются все технические вопросы не понимаю высшую математику хоть убейте меня и как работают камеры и вообще это я не знаю как-то звезды сошлись на небе что я когда-то там купила самую простую камеру что-то там накрутила и начала снимать стала блогером но даже сейчас спустя шесть лет я не особо понимаю что мне нужно подкрутить что нужно там настроить что был нормальный звук нормальная картинка эта камера это кстати вы часто спрашиваете канон ч 7 x марк 2 и ей больше двух лет и я снимаю очень много материала и мне кажется что все камеры просто знаете как с пробегом начинают что-то там барахлить но так как мы действительно сидели на карантине мы никуда не ездили также все сервисы были закрыты то я никак не могла настроить это что-то там что в ней происходит это раз а во-вторых пару месяцев тому назад я купила новую модель canon g7 x только марк 3 она ужасная девчонки блогеры если вы меня смотрите ни в коем случае не берите потому что там огромная проблема с фокусом я думала что я не могу настроить прошло две недели и не смогла ее вернуть и если вы только знали сколько всего я снимала на эту камеру и сколько всего мне пришлось отправить в корзину по той причине что не было точности фокуса то есть или все образ фокуса или он прыгает так что всех укачают в первую очередь меня во время монтажа и во вторых моих зрителей поэтому мне наверно придется ее продать возможно кому-то кто например фотографирует она понравится и подойдет или для какой-то стационарной съемки но мне не нравится то что она как бы не фиксируется на лице и это высветляет то есть она делает как бы темнее все то что находится сзади а лицо светлее я вот сейчас сижу и здесь очень темно на самом деле а лицо не такое темное вот то есть когда даже полная темнота эта камера mark 2 именно она справляется так что сейчас мне то ли к сожалению то ли к счастью пришлось купить еще одну камеру и со временем я постараюсь попродавать конечно сейчас не лучшие условия чтобы этим заниматься но я стараюсь и действительно хочу чтобы вам было приятно смотреть это все ему дайте мне пожалуйста немножечко времени я обязательно с этим разберусь я вас услышала и вижу что вы мне пишите так что спасибо за замечание я буду стараться стать для вас лучше и еще в новой камере которую я купила там нужна петличка для лучшего звука и вот как бы теряется весь смысл влогов когда ты хочешь запечатлеть какой-то момент поделиться с вами какими-то эмоциями или что-то красивое очень часто я или фотографирую или снимаю для себя и часть я показывал потом во влогах вот и когда вот начинаешь это все подключать там вешать эту петличку нужно как бы потеряется суть влога уже это все прошло уже и не те эмоции и короче могло что-то там улететь уехать или ты куда-то перемещаешься в другое место а ты там цепляешь эти петлички и все остальное и и на телефон невозможно снимать потому что там нет настолько хорошей стабилизации как в этих камерах сейчас по совету я купила panasonic посмотрим я пытаюсь с этим разобраться что-то еще ко мне приезжали мои посылки мне настолько понравилась коллекция в резерв там столько всего интересного сейчас я не езжу в торговые центры даже несмотря на то что они открыты но я кое-что заказала онлайн и там очень крутые находки мы с вами обязательно примеряем я покажу вам что мне понравилось что мне придется вернуть также я еще жду одну посылку из h&m и наверное потом поснимаю примерку в большинстве своем я довольна кстати заказала еще и мальчишкам и обувь причем 18 апреля на официальном сайте ccc это польский бренд я вам говорила что я всегда покупаю им сандалики там до сих пор не пришла посылка уже у нас первая половина мая просто в шоке дозвониться к ним невозможно аннулировать заказ нужно поискать как может можно но сандалии то нужны я думала что хотя бы к этому времени они приедут там и кроксы были и просто сандалии такие кожаные классные из их линейки лосоцкий мне нравится их лосоцкий правильно мне нравится их детская обувь именно из такой более качественной линейки но что-то они сервисом запарули я все могу понять я терпела 10 рабочих дней но как-то уже три недели прошло рабочих 15 дней и мое терпение на исходе и как бы теплеет детям нужно что-то обувать поэтому наверное или придется поехать в какой-то магазин или ждать ладно поехали с вами на прогулку а потом уже в следующей части в локом попримеряем на ринке что у нас изменилось за это время молодой человек начал ездить на велосипеде без колесиков гляньте кто к нам таки плывет только что была утка а теперь вот еще один друг достал все таки мне кажется ты задом наперед наделал кофту игнат надо переодеть и еще у меня такое впечатление что мы такие сегодня окажемся в воде в общем ждите следующее включение в мокром состоянии я же вам говорила захара ну-ка похлюпай реально хлюпает ну кое-что не изменить просто в этой жизни поехали дальше захар так хорошо себя ведут мальчишки что мы купили их любимые журналы лего и приехали еще и на мороженое у меня сорбет клубничный а у мальчиков манго согласно со своими обещаниями буду делиться впечатлениями от покупок из резервт H&M и маленькими из манго это платье однозначно остается потому что я его считаю одной из лучших обновок за последнее время на секундочку вы понимаете что это платье оверсайз оно очень объемное очень свободное летящее это очень приятная легкая ткань я представляю его с сумкой шопером с какой-то соломенной не с какой-то она у меня есть поэтому я буду носить ее как в город так и на пляж можно поехать куда-то на дачу к друзьям у нас пока что дачи нет но если вдруг нас кто-то позовет то я также его надену и с плоским ходом вот эти шлепанцы у меня из премиальной коллекции H&M но с любыми вот сейчас будем мерить эти из резервт они немножко виднеются кстати в H&M тоже есть очень интересные модели я обязательно к ним загляну посмотрю как они сидят и какой размер подходит мне я не знаю я не помню какой еще там был цвет но мне кажется что это одно из платьев который я буду носить чаще всего это весной на самом деле потому что у нас довольно тепло уже можно его надевать некоторые дни и летом я скорее всего тоже не буду из него вылезать если же вам все-таки хочется сделать акцент на талии то добавляем пояс этот у меня в очень большом размере я покупала его в манго по-моему год тому назад добавляла дырочки но я как-то неправильно померила и снова не мешало бы сделать еще две но я обычно беру большой размер и потом как-то пояса закручиваю в общем если надеть пояс то все это будет выглядеть вот так но честно говоря без пояса мне даже больше нравится примеряем платье из резервт сначала я надела такой небольшой аксессуар это сережка на самом деле они продавались парой когда-то такие были в заре но я их пропустила и сейчас нашла такие же на алиэкспресс очень хорошего качества прям не отличишь я очень довольна этой покупкой они быстро приехали сейчас все посылки из алиэ приходят крайне быстро это платье из резервт из натуральной ткани это хлопок то есть полностью тело дышит для меня это чисто летняя вещь возможно мы куда-то поедем в отпуск а если нет то рядом с нашим домом находится озеро в десяти минутах езды в этом платье спокойно можно дышать свободно оно такое все воздушное поэтому я с удовольствием буду его надевать даже на пляж или просто буду дома в нем ходить у нас часто какие-то грили к нам приходят гости и хочется выглядеть тоже как-то презентабельно но при этом чтобы движения не были скованы это не мини длина на мне я напоминаю вы постоянно спрашиваете у меня рост метр шестьдесят два я не очень высокая но не сказать что прям сильно низкая мне нравится такой квадратный вырез и вот эти рукавчики сейчас фонарики очень актуальные и я на самом деле хотела себе и купила несколько вещей именно такого кроя что еще я надела их с вот этими лодочками здесь очень удобный каблук я купила их в заре они есть в актуальной коллекции еще представлены в белой расцветке но у меня белые есть с распродажи поэтому взяла себе черные я в похожих выходила так много и в разные пресс-туры ездила поэтому я знаю что такая обувь без дела у меня не останется еще такое же платье есть на темном фоне на черном цвете и поверх такой же принт у меня есть только беленький и сейчас я покажу вам еще один наряд посмотрите какие классные они легенькие супер стильные и эффектные можно носить как две сразу так и одну я чаще всего надеваю одну мне кажется так как-то интереснее и даже с косухой с простой футболкой с джинсами тоже смотрится очень круто ну во первых очень элегантно это все выглядит с очками кошечками и еще ко мне приехала шляпа правда она еще не успела разровняться потому что мне только сегодня почтальон ее принес их там было огромное количество на алиэкспресс я советовалась с мамой какую мне взять если я не буду ее носить слишком часто я подарю маме потому что она очень хорошо и всегда ответственно прячется от солнца ее случай это критично и она даже использует зонт и носит все возможные шляпки также чем-то прикрывает плечи руки поэтому если даже я ее не слишком часто буду носить то маме она однозначно пригодится эта шляпа фантастически красивая я сейчас надену и вы все сами увидите она еще выровняется потому что она была так немножечко скручена но я считаю что она была доставлена в хорошем состоянии ей нужно буквально там пару дней она будет идеально ровной я ее так аккуратно разложу короче шляпка идет с такими полями которые немножко занижены то есть это не совсем шляпка лодочника и она такая элегантная я не слишком часто ношу шляпы ее можно подогнать по диаметру головы между прочим и вот я однозначно буду ее надевать на пляж потому что здесь широкие поля она будет хорошо защищать от солнца и при этом все она еще и такая элегантная что в ней можно без проблем отправиться куда-то в город также если когда-то я поеду в пресс-тур то часто нужно подбирать какие-то там образы и такая шляпка мне несколько раз была нужна и у меня ее не было мне хочется иногда чего-нибудь интересненького и эта шляпка она обалденная как вам такой наряд я так долго сомневалась по поводу этих джинсов я покупала их весной и показывалась вам в инстаграме вы разделились на два лагеря кто-то говорил что джинсы бананы это ужасно то есть они видите такие супер свободные а кто-то говорит что вау это так здорово что я в таких хожу уже там полгода не вылезаю ношу с кроссовками они очень комфортные они из очень плотного материала есть в разных разных расцветках мне тоже нравится с плоским ходом и с каблуком но я решила надеть этот наряд с каблуком потому что я вдохновилась образом из инстаграма вы также мне его присылали футболка из актуальной коллекции манго мне кстати очень нравится расцветка этих джинсов потому что это как бы мраморный джинс то есть он такой немножко выстиранный возможно я надену сюда еще ремень но это не точно мне нравится такие немножко гипертрофированные формы и пусть это дань моде дань трендам я себя чувствую в этом комфортно мне кажется что это супер стильно я лично так считаю и да я так буду ходить кто во что не говорил я не буду накупать кучу таких футболок но я от них фанатею мне очень нравится как это выглядит на ком-то я сама искала классную футболку мне кажется что я ее нашла она из плотного трикотажа я купила ее с 25 или с 30 процентной скидкой на официальной странице манго и они тоже есть в нескольких расцветках теперь я сделаю перерыв вы себе не представляете как я стрессую потому что нужно бежать кормить детей и нужно успеть все я просто как белка в колесе все накормлены я так же я готова продолжать и мне как-то не нравятся ни шорты ни топ из этого набора комплекта набора во первых я заказала себе шорты в 36 размере и они на меня уже свободны я как бы хотела чтобы так было чтобы они сидели свободненько но я боюсь что это плотный джинс он еще потянется и потом будет болтаться прям слишком я люблю когда все свободно но наверное не настолько но как-то я не знаю может еще подумаю немножко топ однозначно нет как-то ни туда ни сюда в H&M очень красивая коллекция с лимонами но я что выбирала выбирала возможно с юбкой этот топ красиво смотрелся бы но с шортами ну когда вот я не чувствую что да мне очень нравится что я буду много раз то носить я возвращаю такие вещи что касается обуви из резерта они конечно супер удобные и интересно смотрятся на ноге но я боюсь что они немножечко потянутся и пальцы будут ездить по асфальту но я обязательно буду искать какие-то похожие или возможно померяю еще в резерт такие же потому что это то что я себе хотела я думала что они будут хорошо сидеть у меня 37 размер они так мне впритык можно сказать наверное придется вернуть и искать что-то похожее вот именно такого плана мне очень нравится мне такое срочно надо если знаете где купить классные и может даже половинчатые размеры то поделитесь со мной вот эти туфельки я покупала давно еще тогда когда показывала вам их в шоппинг влоге сразу я взяла и они у меня в 37 размере еще одни шорты эти из резерты я также брала их побольше это 36 размер ну то есть они сидят свободно это в принципе такая модель которая не должна в облипку обтягивать вот так тело потому что это будет смотреться пошло мне очень очень нравится расцветка рубашку я покупала в бутике у своей подружки я надену чуть не сказать прозрачный бежевый бейсгальтер и будет лучше она немножко просвечивается из очень тонкой ткани это хлопок и сзади сложно показать короче там такой большой разрез красиво сшито это все и как бы ажурная ткань самое базовое платье на лето между прочим это типа какая-то премиальная коллекция резерт но по моему из-за состава ткани здесь или чистый лен или очень большой процент потому что я ощущаю он немножечко колется и также я взяла себе это платье на размер больше для того чтобы не переживать кто и как его постирает стомок может забросить в машинку и потом она очень сядет ну на пол размера или возможно даже на размер хотя смотрите сюда можно еще немножко добавить или немножко чего я делать не стану у меня когда-то были такие идеи я как-то тоже вам расскажу сейчас нет и также здесь свободно это платье я точно оставлю потому что для меня это платье которое я надену когда буду отвозить детей в детский сайт когда мне нужно будет куда-то идти когда мы поедем на природу в ресторан куда угодно я собираюсь его носить с разными сумочками достала сумку из Stradivarius она немножко примялась тоже нужно ее чем-то наполнить или отпарить как-то паром не знаю и похожие сумки есть во многих магазинах сейчас моей уже несколько лет до сих пор в очень хорошем состоянии даже ручки не потрепались а я ее ношу максимально часто так мне нравятся эти скороходы я думаю что многие мужчины их возненавидят но они как тапки как облачко под ногой это очень очень удобно и вот в такой комбинации я собиралась это все носить но мои планы несколько изменились придется поискать другую обувь или носить с тем что есть как вариант слушайте не стану примерять потому что мне просто не нравится крой если вы такое любите если вы хотите что-то в такой расцветке она мне как-то очень близка по-настоящему весенне-летняя очень освежающая красивый такой нежно-сиреневый оттенок но мне не очень идут вот такие рукава то есть или нужен подплечник так как в той футболке которую я примеряла или же обычный нужен отрезной а так и не туда и не сюда и еще она не очень длинная на мой рост окей с завышенной талией окей упреждаю потому что меня смотрят и высокие девочки что это не длинная футболка а это эска цвет очень красивый мне нравится то что здесь вот такая вышивка то есть это не напечатано это всегда как-то так более благородно что ли смотрится когда это все разгладишь но но рукав не мой почему-то я это не рассмотрела на модели а сам по себе хлопок мне очень нравится манго кстати иногда попадаются очень качественные футболки которые я опять же ношу из сезона в сезон что еще интересненького в H&M очень классные слитные модели купальников но моих размеров уже не было я бы очень хотела еще такой приглушенный зеленый супер красивый и вот этот кстати он в жизни еще красивее чем я думала мне кажется что камера не передает во-первых это закос под какую-то известную компанию сейчас вылетела из головы я на них подписана в инстаграм что самое смешное их купальники супер дорогие а этот по адекватной цене купальники из H&M довольно живучие у меня выдерживают спокойно несколько сезонов или даже годами их ношу и есть еще такой какой-то небольшой перелив который возможно вам даже не виден но мне нравится особенно на загорелом теле это будет смотреться бомбово и также вот эти вот обручи я заказывала на алиэкспресс типа джинсовые что-то такое вот этот пришел последним на него точная ссылка а на этот поищу очень качественный браслет алиэкспресс опять же приглушенное немножко состаренное золото и он такой тяжеленький я прямо обалдела как-то на съемках рекламного ролика буржуа мне дали примерить вот такой браслет и девушка покупала его в каком-то магазине в москве я даже не помню ну короче я нигде не могла найти похожий очень стильная красивая деталь и по качеству прям вообще бомба так что тоже ловите ссылку и козырек из алиэкспресс он тоже приехал недавно расскажите как вы выравниваете такие вещи я не загораю лицом использую автозагар об автозагарах поразговариваем с вами в следующий раз я хочу попробовать еще один но я сейчас тоже пользуюсь и мне очень нравится хоть чуть-чуть темнее чем обычно потому что у меня кожа просвечивается я буквально аж синяя забыла вам показать еще и вот такую сумку из манго она больше той которую я заказывала в прошлый раз завернула она была кремовая это есть еще в черном цвете и вы знаете мне попалась просто какая-то неудачная то есть все зависит от конкретного экземпляра потому что здесь вот перекрученная она какая-то такая немножко бесформенная вот здесь тоже перекрученная это невозможно выровнять и и и я ее обменяю потому что я бы хотела эту сумку она мягкая кстати вместительная и очень интересная но та которая была в магазине она была как бы лучше сшита что ли мне просто попалась никакая мне это не нравится так что я постараюсь обменять а сама сумочка очень прикольная как видите я уже облачилась в удобный уютный халат сегодня сложный день в том плане что я не знаю как в ваших странах в тех регионах откуда вы меня смотрите но вот эти перепады в польше в кракове когда плюс 18 или плюс 22 а потом на следующий день бабах плюс 9 это очень большая разница и мой организм в шоке и голова настолько раскалывается что сложно связать два слова и как будто даже в висках пульсирует и не помогают никакие таблетки слава богу завтра снова должно быть тепло и вроде как вроде как в ближайшее время не будет вот таких скачков и наверное то что сегодня мне поможет это теплый душ и пораньше лягу спать куча идей реализовывать сейчас не могу даже покупки к лету не такие как мне хотелось бы ну не так снято по той причине что дети все еще со мной я надеюсь что сегодня вам со мной было интересно если да то не забывайте поставить пальчик вверх мне будет очень и очень приятно мне не хотелось бы совсем пропадать с канала и спасибо вам за то что вы со мной за то что поддерживаете меня за то что смотрите эти влоги с удовольствием что вы их ждете в общем лучики добра вам и всех целых обнимаю пока пока до новых встреч уже совсем скоро до новых встреч до новых встреч до новых встреч